Хотим купить недвижимость. Так злоумышленники объяснили сотрудникам кредитной организации свое желание снять со счета деньги. Однако в местном филиале коммерческого банка поселка Красный такой суммы не оказалось. Получив для начала 500 тысяч, они оставили заявку на выдачу денежных средств остатка суммы и отправились ждать. Когда сумма поступила, с ними попытались связаться по телефонам, которые мошенницы оставили в банке. Дозвониться не смогли. И тогда, найдя в архивах данные клиента, банковские работники связались с держателем счета. Обескураженная женщина объяснила, что никаких операций со своими вложениями проводить она не планировала. Вот тут-то и стало понятно, что банк столкнулся с мошенничеством. Ну а дальше все как в кино. Подельницы явились за деньгами в назначенное время, но уже под пристальным вниманием сотрудников полиции. При попытке покинуть территорию России их задержали с поличным. Ну представьте, я не шару. Девушка. Ну представьте, пожалуйста. Я вам представился, показал документы. Представьте силы. При задержанных оказался поддельный паспортное имя владелицы счета со всеми данными. Как оказалось, 74-летняя бабушка и 27-летняя внучка втянули в свои махинации еще и отца девушки, который был у них водителем. Невероятно, но выяснилось, что это уже не первое их совместное аналогичное преступление. Доказана причастность задержанных как минимум к одному подобному факту, в результате которого преступницы завладели суммой свыше 10 миллионов рублей. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно со службой безопасности коммерческого банка были проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых. Задержанным предъявлены обвинения по статьям 30 и 159 УК РФ. Покушение на мошенничество в особо крупном размере. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.